Ребята, всем привет! Это третья серия моего путешествия на озеро Байкал. С утра решил поменять место стоянки, в планах переехать поближе к источнику Сурхайта. И на днях посетить его и щучье озеро, которое расположено рядом. Но прежде решил съездить до ближайшего магазина, чтобы купить какой-нибудь шашлык или сосиски. Захотелось жареного. И немного пивка к жареному. Вообще, долго не могу стоять на одном месте. Максимум 2-3 дня, и вот почему-то хочется постоять на другом. Сменить обстановку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюда, чуть подальше. Ближе к источнику, в общем. Проехал еще несколько стоянок. Погода хорошая, вообще тепло. Вот сейчас до сих пор даже в шортах хожу уже полдьятого времени. В местных магазинах все дорого. По 100-150 рублей баночка стоит. Ну, это смысла нет. За такие деньги что-то даже жалко пить, если честно. Взял себе три баночки. Красота, ребята. Супер, пупер. Сегодня проснулись рано утром на рассвете от звуков, которые доносились с гор. Длилось это больше часа, с небольшими промежутками. Звуки были больше похожи на выстрелы, но может быть и зверь какой-нибудь издавал такие звуки. В этом месте в горах живет много орлов. Побыли тут еще два дня. Погода была замечательной, очень тепло. Но весь вид портила дымка, которая была, кстати, не только здесь, ну и вообще этим летом весь Байкал был в дыму. Начиная примерно с 20-х чисел июля и закончилась она только в 20-х числах августа. Да и в городе было тоже все в дыму. Связано это с пожарами в Якутии и на севере Иркутской области. Дым доносится до берегов Байкала. На берегу опять вот после обеда пена какая-то появляется второй день подряд уже. Как вот такую воду пить? Попьешь и дрищ-дрищ будешь делать. Дрищ-дрищ, веслоухи будешь делать после такой водички-то. Да, это только если на лодке куда-то заплывать, подальше набирать воду. Кстати, сейчас информацию такую в соцсетях прочитал, что здесь на Малом море, в заливе Зунхагун, МРС и Мухор воду люди попили с Байкала и отравились. Первый же день температура, этот самый жидкий стул. Вот это вот плесень или как ее назвать-то. Она днем почему-то поступает к берегу, а вечером ее опять нет. И вот в этих бухтах, видимо, такая же обстановка. Люди попили воды и отравились. У меня родственники там тоже отдыхали и тоже траванулись. Вот ребенок сейчас с температурой лежит в город, уехали назад. Вообще в заливах всегда в последнее время, вот лет 10, часто такие случаи происходят. Ну не то, чтобы там отравление, но вода, говорят, непригодная для питья. Потому что туристов очень много, я не знаю вообще, зачем в эти бухты едут люди там один на одном, что в городе, что... Ну у каждого свой отдых, что в городе, что там одинаково народу. С города уезжаешь, туда приезжаешь, там все, кто в городе был. Тоже вот, не знаю, я такой отдых не понимаю. Ну, конечно, дело на любителя. Каждого свои здесь места, любимые есть на Байкале. Не раз уже слышал такие ситуации, что даже какахи плавают в заливах. Вот, мне даже знакомый как-то в заливе, в заливе, короче, поплавать решил. Окунулся туда с головой, всплывает, а рядом в нескольких метрах какаха плывет. Вот, что это такое, что за беспредел такой творится, кто это сделал. А кто это сделал? Может быть, ты знаешь, кто это сделал. Корм, доедай, иди свой, курданчик, иди доедай. Заелся. Сегодня люди проезжали на машине, остановились. И спрашивают, это Банхар, говорит. Я говорю, да. У нас, говорит, тоже Банхар. Ну, он не Банхар, он Хаташо. Ну, в принципе, одно и то же. Не стал в подробности в этих 20, рассказывать им. Ну, вот, говорят, у них годовалый, и он чуть поменьше, говорит. Этому 8 месяцев. Они от 50 до 70 килограмм. Вот эти вот Банхары и Хаташо вырастают. Вот такой вот зяблик сидит. Он уже так-то обвыкся, привык. Далеко гуляет, ходит тут, своевольничает. Потихоньку привыкает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Едем до местности Сурхайта, чтобы посетить источник и щучье озеро. Перед Сурхайтой образовалось вот такое болото. Сверху смотрится красиво, но, судя по всему, нынче очень высокий уровень Байкала. Этого болота я не видел здесь уже лет 8. Здесь обычно всегда была дорога и подъезд к берегу. Теперь все затопило. Чтобы доехать до источника, нужно отвернуть налево с основной дороги. И проехать между вот этими домиками. Дорога идет в небольшой подъем, но по пути попадаются большие камни. На низкой машине будет довольно сложно проехать. Так что имейте ввиду, если поедете. В Сурхайте можно договориться, чтобы снять жилье. Здесь есть кафе на берегу, позы, чебуреки и все такое. В общем, домашняя кухня кормят отлично. В основном до Сурхайты туристы добираются по воде с острова Альхон. В сезон катера сюда регулярно доставляют группы туристов. От берега до источника примерно 2-3 километра. Можно дойти либо пешком, либо доехать на внедорожнике. Раньше стоило 100 рублей с человека, сейчас не знаю. Но при желании вас могут отвезти и туда, и обратно. Вода в этом источнике чистейшая, с содержанием ионов серебра. Может храниться долгое время и не портится. Кипятить ее не обязательно. Можно пить прямо как есть, сырой. Температура воды всегда 4 градуса. Зимой источник, естественно, перемерзает. Подобный источник есть рядом с деревней Курма. Та вода по вкусу мне нравится больше. Но и эта вода хороша. Особенно, когда в Байкале грязная. Источник очень выручает. Вот он этот распадок. Вид снизу. Там, где бежит источник Сурхайта. Вот он. Между вот этими двумя горами. Ну и здесь тоже шикарный дальше вид. Вот следующий распадок. Облака такие. Тень на горы от них падает. Горы прям вообще красивые-красивые. Так понравились. Тут именно распадок. Чуть я раньше его не замечал. Какой он красивый. Дальше я уже туда не поеду. Заощучье озеро сюда отъехал метров 200. Сейчас вернусь назад. И предлагаю полетать. И посмотреть все это сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погода шикарнейшая. Так тепло. Даже вот ветра нет. Наконец-то хорошая погода установилась. Очень жарко. Сейчас надо будет искупаться. Вода-то ледяная. И солнце скрылось еще. Вода леденющая. Ладно, едем дальше. А дальше мы поехали в обратном направлении. На местности Улан-Хан. Были там до позднего вечера и остановились на ночлег. Давно хотел найти одно интересное место в этих краях, но так и не нашел. Может быть в этот раз получится. Завтра с утра попробую поискать. В интернете много-много бесполезной информации. Все, кто там были, выкладывают лишь фотографии. А как туда добраться, никто объяснить толком-то и не может. Известно лишь, что место находится между Курмой и Улан-Ханом. А это более 15 километров. Все равно, что искать иголку в стогу сена. Это равносильно, если бы кто-то сказал, что место где-то находится на Байкале. А где, неизвестно. Но если я найду это место, то обязательно, ребята, сообщу вам и координаты. И как туда добраться покажу. В общем, все это будет. Только в следующей серии. Ого, у них тут драка, короче, началась. Они этот плакат сейчас завалили только что. Черный вот этот им всем навалять хочет. Злой. О, они побежали. Сцепились что-то. А так вот по незнанке ты и не поймешь. Подумаешь, что какой-нибудь медведь лохматый из-за кустов. Вот черный их там гоняет. Вот этот ягд. Смотрю, какой он дерзкий-то, а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Там в кустах, короче, лошади. Сперва одна здоровая такая выскочила, потом остальные за ней. Ну, видно, плохо, уже темно. Снять не смогу. И мы с Хурданом испугались, я думал, медведь, что ли, такое здоровое. Короче, ну, маленько страшновато было, неприятно. Ну, а потом, смотри, они нормальные. Хурдан на них даже немного полаял. И все, успокоился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас термос на завтра еще скипятить надо. И отдыхать будем. Приехал тут хорошо, костерок. Сразу и дровишки были. Порубил одну. Еще одна осталась. Пенек такой вообще классно. Удобно. Так, ну, ладно. На сегодня все. Заканчиваю съемку. До завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok